Стойкий последователь воровской идеологии и блатной романтики родился в грузинском Кутаисе в 1971 году. Впервые был осужден на внушительный срок – 13 лет в 1993 году. Это был впечатляющий выход на криминальную сцену. Он угнал автомобиль, напал с оружием и похитил сотрудника правоохранительных органов. Нужное впечатление на местных воров в законе это произвело. И в 2002-м Хицуриане вручили воровскую корону. Поскольку в Грузии в те годы начали серьезные преследования законников, выйдя на свободу авторитет сразу уехал в Украину. В Киеве он набрал влияние и взял под контроль несколько банд, которые занимались домовыми кражами. Но силовики очень быстро поняли, кто стоит за всеми этими преступлениями. И выследив, они отправили автобоксера обратно в Грузию. Эта история не закончилась для авторитета сроком, и поэтому вскоре он отправился в Баку. Там он сделал ровно то же самое, что и в Киеве. Но и азербайджанские силовики тоже не дремали. В начале 2006-го была арестована вся группировка, а вскоре и сам ее главарь. При нем обнаружили оружие и наркотики. Соратники автандила взяли всю вину на себя, и он отделался всего лишь двумя годами за хранение запрещенки. Покончив с очередным сроком, автобоксер решил попытать удачи в Подмосковье. Там он был задержан с запрещенными веществами и приговорен к трем годам. Ему не повезло оказаться в Минусинске, где воровские понятия не соблюдались и законники не могли рассчитывать на какие-либо привилегии. Их вынуждали на прямое сотрудничество с администрацией. Освободившись в 2012-м, он вновь оказался вне закона, поскольку не имел права пребывать на территории Российской Федерации. В итоге, авторитет выехал в Италию, где пытался излечиться от онкологического заболевания. Не справившись с болезнью, он умер в 2018 году в итальянском Милане. Субтитры создавал DimaTorzok